Здравствуйте, товарищи! Сегодня третье, завершающее видео из цикла по паразитам. Этим видео я хочу спасти тех, кто еще способен логически мыслить. Хочу, чтобы вы осознали, насколько опасны и распространены паразиты, как можно просто и легко ими заразиться, насколько важно их из организма удалить как можно быстрее, как удалить безопасно. Я расскажу, как те или иные виды попадают к нам в организм и живут в нем, к чему приводят, как их вывести из организма, чтобы не убить почки, печень, то есть безопасно. Существует сотни видов паразитов, но каждый человек должен знать хотя бы о самых распространенных и самых опасных, о которых я и рассказываю в этом цикле лекций, состоящих из трех видео, посвященных трем классам паразитов. У меня на этом канале уже было несколько видео о гельминтах, ссылки на них я вам оставлю под этим видео, но я решил сделать это видео в новом формате, разбить его на три части. Итак, смотрите третью завершающую часть про плоских червей или трематод. Напомню, первое видео было о классе круглых червей-нематодах, второе видео было о классе ленточных червей-цистодах, и сегодня третье о классе плоских червей или трематодах. В этом видео я разберу всего три вида, относящихся к плоским червям, шестосому, аписторха и легочного сосальщика. Но это одни из самых опасных видов паразитов. Основы гигиены, защиты я дал в первых двух частях, потому подробно этого касаться сейчас не буду. Скажу только что ссылку на антипаразитарный набор, способный убрать из организма почти все виды паразитов, глистов, гельминтов, это синонимы, и не навредить ему при этом, в отличие от убивающих почки, печени, другие органы вермокса, декарица и прочей страшной химии, я оставлю вам под этим видео в самом верху. Еще раз, купить антипаразитарный набор, вы сможете, перейдя по ссылке прямо под этим видео. Вы не возмущайтесь, что я повторяю так, как для дураков. Дело в том, что под каждым видео, без исключения, даже когда в видео я говорю в трех местах, в начале, в середине и в конце, где купить, люди под видео пишут все равно, а где купить, клянусь. Поэтому приходится так говорить, и в самом начале тем более. Итак, шестосома. Но заболевание называется бильгорцитоз, потому как этот паразит попадает в организм человека, он очень похож на анкилостому. Анкилостома это паразит, который относится к классу круглых червей, я его разбирал в первой части. А чем похоже, а он прогрызается через кожу человека и попадает в кровь. Только этот шестосома прогрызается в кожу, когда человек находится в воде, плавает в прудах в основном. Внимание, в России шестосому не диагностируется медицински, лабораторно, то есть не определяется. По крайней мере, так было 10 лет назад, не знаю. Может, что-то сейчас изменилось. Потому вам особо важно знать, где можно заразиться этим паразитом, как понять симптомы заражения. И дело тут вот еще в чем. После малярии и кишечных гельминтов, самых распространенных, таких как острицы, аскориды, шестосомоз занимает третье место в мире по заболеваемости среди всех тропических видов гельминтов. Он является основной причиной смертности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в странах Карибского бассейна. Кстати, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, например, это из выявленных случаев, а это, может, один из ста, ну, потому что практически, ну, кто знает, кто там, особенно в странах Азии, Африки, от чего человек умер, тем более в сельской местности. Так вот, по оценкам ВОЗ, в 16-м году официально погибло 24 тысячи человек. Паразит этот пресноводный. Часто встречается среди бедного населения, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде и надлежащим санитарно-гигиеническим условиям жизни. Особенно подвержены риску заражения дети, ведь они главные купальщики и любят купаться в прудах, а зачастую даже и в канавах. А также подвержены все, кто купается в прудах, особенно с застойной водой, особенно на юге. Заражение происходит через контакт с зараженной водой, например, при плавании, при умывании, захлебывании воды, когда человек плавает, или при гребле на байдарках, при стирке, и использовании этой воды для поливов, ягодно-овощных и прочих культур. В общем, при контакте с зараженной личинками и яйцами шестосомы водой. Человека поражают основные три вида шестосом. Каждый разбирать не буду, скажу в общем. Так вот, шестосомы поражают мочевой пузырь и толстый кишечник. Рак мочевого пузыря. Это официальные медицинские данные. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово «подписаться», вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите «Все видео». Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Рак мочевого пузыря, это официальные медицинские данные, часто бывают именно из-за шестосом. А самые главные две причины рака мочевого пузыря, это сигареты курения и шестосомы паразиты. Вообще вы даже не представляете, и даже те, кто посмотрел все две прошлых серии и вот эту посмотрят, все равно вы не представляете, насколько паразиты вызывают те или иные виды, и в том числе рак и других заболеваний, о чем люди не подозревают. И врачи зачастую не понимают, что послужило причинами, первопричинами тех или иных очень серьезных заболеваний. Уже 10 лет я бьюсь головой об стену, что называется, выпускаю видео, в том числе по паразитам. Кто-то это понимает, осознает, это везунчик, а кто-то отмахивается, выпендривается и пытается вылечиться какими-то травками, вроде там полыни, пижмы и так далее, тройчатки по Семенове, а кто-то там чеснок, методика Чингисхана, тыквенные семечки, укропные семена, ну, в общем, пытается поймать Бога за бороду, не получится. Я последний раз сейчас поясню, больше об этом говорить не буду. Те паразиты, которые в данный момент времени находятся в кишечнике, это в основном взрослые особи тех или иных видов паразитов, но не все. Например, апистор, которого я сегодня разберу, он вообще обитает, живет и поедает клетки печени. Он не бывает в кишечнике, а потому травками его уничтожить, выгнать невозможно. И потому я и даю ссылку, и советую брать и два раза в год всем людям проходить просто тупо два раза в год, даже не обследуюсь. Но вот именно этот антипаразитарный набор, потому что в нем, помимо прочего, помимо разных трав, как допмер, есть главное, это вещество хиномоноза, полисахарид, который добывается из, добывается из грибов лисичка в концентрированном виде. И вот он способен не только выгонять из организма паразитов, включая вот из всех органов и тканей, но и уничтожает даже яйца гельминта, прерывая цикл развития паразитов, которые, конечно, размножаются в организме человека, имея полный цикл. Ну или выгоняют личинки любых стадий развития, кроме редких особых видов паразитов. Ну а набор действует, как я уже говорил, почти на все виды паразитов. Ну а когда особо сложные случаи и виды паразитов, например, аписторхи, аписторхоз, то, конечно, стоит дополнительно к набору принимать еще препарат Эспинель. Ссылку и на наборы на Эспинель я оставлю под этим видео. Как уже говорил, еще раз сказал. Ну, поехали дальше. Шестосомоз провоцирует варикоз, кисты и не только рак мочевого пузыря, но и другие виды онкологии. Например, толстого кишечника. Возбудители поражают сосудистую сеть желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы. Это две главные мишени в нашем организме. Кстати, в эндемичных регионах до 65% людей с раком мочевого пузыря имели сопутствующий урегенитальный шестосомоз. И в основном имели плоскоклеточный рак. Острые симптомы таковы. Дорматит с развивающейся впоследствии, но через неделю-две, лихорадкой, ознобом, тошнотой, булью в животе, диареей, недомоганием и миалгией. Если человек по-малому ходит в туалет и у него моча с кровью, не путайтесь с тем случаем, когда человек наелся свеклы и у него моча тоже красная. Вот моча с кровью. И это явный признак. Ну, по крайней мере, 50 на 50. Тут могут быть другие очень серьезные проблемы, причины. Но имейте в виду, что шестосомы вполне могут быть, потому что они повреждают стенки мочевого пузыря. К тому же, если вы южнее Воронежа, к тому же, если вы еще и купались в прудах, и вот эти три фактора совпадают, то 95-99% что именно причины в шестосомах. Человек является окончательным хозяином некоторых видов шестосом и, соответственно, главным источником инфекций. В цикле развития шестосом принимает участие промежуточный хозяин брюхоногие моллюски. Ну, а также эти моллюски выполняют функции резервуара инфекций. Попадание шестосом в организм происходит через неповрежденную кожу. Он просто прогрызается через наши защитные кожные покровы. И еще здесь вот все-таки скажу. Тем людям, я не знаю, как их назвать, глупцам, ладно, мягко скажу, которые начинают околесицу нести насчет того, что вот иммунитет крепкий, если то паразиты не страшны. Вы поняли? Прогрызается через кожу. Паразитов много. Вон анкилостома. Посмотрите, какие у них кремниевые зубы. Да они кожу любую, даже чуть ли не мозолистую, прогрызть могут. А они окружены многослойными клетками, мембранами, защитными от любых сред практически. Цисты паразитов некоторые, и финны так вообще не подвержены никаким воздействием, даже температурным порой. Поэтому говорить о иммунитете каком-то просто глупо. Тем более, что я об этом говорю уже 10 лет, объясняю, доказывая, почему это. Иммунные клетки, это что такое? Это одноклетка. Она может поглотить другую, например, грибок, бактерия, одноклеточное какое-то существо. И наши защитные клетки, например, макрофаги, вот подходит клетка одна и пожирает путем фагоцитоза, так и называется латыни перевод. Пожирание. Поедает другую клетку, например, какой-нибудь бактерии. И это возможно, так и происходит. И вот мы тогда говорим про иммунитет. Ну, говоря о вирусах, бактериях, грибках. Когда мы говорим про простейших, ну, например, лямбли, холомидий, даже про них, не то, что про паразитов, некоторые из которых это просто огромные организмы, там вообще говорить про иммунитет какой-то просто глупо. Это же надо не понимать. Ну, ладно, человек не понимает. Ну, так слушайте тогда. А то ведь несут всякую чушь, уверенно, безапелляционно. Некоторые хамят даже. Все, это, мол, ерунда, все он знает. Ну, вот, это вам еще один такой нюанс. Давайте так, первые две части посмотрите или даже пересмотрите, кто смотрел. Я там привожу еще очень важные аспекты и ошибки. Указываю на них, чтобы вы не потеряли время зря, не слушали всяких неучей и не обманывали себя дешево в надежде на то, что само все рассосется. А как в организм паразита попадают в первой части, в первой, я вообще очень подробно, досконально пояснил. На примере, ну, скажем, таксокар, собачий хаскарит. Вот, послушайте, не поленитесь. Идем далее. В мире заражено всегда не менее 200 миллионов человек шестосомой и более 700 миллионов находятся в группе риска или недообследованы, ну, по причине того, что медицина не развита или люди просто не обращаются там к врачам. Развитие этого паразита предполагает несколько стадий, ну, и смену хозяев. Яйца шестосомы попадают в водоем, например, с мочой, фекалиями, больных, людей, зараженных. Потом проникают в моллюсков, где развиваются личинки шестосом. Они покидают организм моллюска и свободно передвигаются в воде. В теплый сезон года, когда люди любят купаться, они внедряются в организм человека и попадают в организм человека, завершая стадии своего развития. Продолжительность жизни взрослых особей составляет от 5 до 10 лет. Шестосомы раздельно полые животные. Каждая пара выделяет от 200 до 3,5 тысяч яиц в сутки. Существует две основных формы шестосомоза. Это кишечная и мочеполовая. Вот почему, собственно, они поражают два этих органа, ну или, скажем, систем. Инкубационный период заболевания 4-5 недель. Именно столько времени необходимы личинки шестосомы для полового созревания внутри организма человека. И вот тогда человек начинает порой чувствовать какие-то изменения в своем организме. Так что вы могли уехать с курорта давно, а уже все забыли и причины может быть даже не найдете, да и помыслить об этом не можете. Все же купаются. Ну и, соответственно, потом и вы, и врачи не могут найти причины. И так человека упускают порой. Первые симптомы заболевания могут проявляться на коже в виде дерматита. Это сопровождается зудом и сыпью. Такой дерматит еще называют циркориозным или зудом купальщика. Он возникает на внедрение в организм человека и личинок паразитов через кожу. Жизнедеятельность этих паразитов синхронизирована с образом жизни человека, ну и с сезонами года, соответственно. Пик заражений июль, август, сентябрь. Чтобы избежать заражения шестосовыми, соблюдайте меры личной профилактики и гигиены. Первое, избегайте купания в пресных водоемах непроточных, то есть не в реках, а именно в прудах, каких-то даже водохранилищах, особенно на юге страны и в южных странах. Для питья используйте только воду, принесенную с собой, налитую из-под крана, лучше через систему обратного осмоса. И не купайтесь в водоемах с водоплавающими птицами, которые тоже являются переносчиками разных гельминтов. Но шестосомы обитают и в озерах, и даже в реках, ну и всегда практически в разных резервуарах и каналах, везде, где застойная вода. Также источниками заражения могут быть души, в которые поступает нефильтрованная и не прошедшая через разную обработку, например, озоновую вода. Возбудители шестосом не встречаются в морях, хлорированных бассейнах и источниках воды, прошедших очистку, а также в холодных северных реках. Что я еще хочу сказать? Да, раньше это были, ну, в основном страны там Африки, Азии и Юг СССР, Краснодарский край, Сочи, так сказать, вот там Крым и прочие регионы, Южные, Южные Республики СССР. Теперь, климат меняется настолько сейчас быстро, я даже сделаю, наверное, об этом видео, хотя вы знаете, что? Нет, я это видео размещу теперь на Бусти. Тема очень важная, еще Менлибаев, ну, кто такого знает, кто нет, не надо, лет 15 назад об этом говорил, как быстро меняется климат километров на 30-40 в год, каждый год сдвигаются с юга на север южные зоны, ну, там, скажем, лесостепи, степи там ковыльные, то есть, вот, все смещается на юг. Сейчас уже мы видим 15-20 лет спустя, с момента, когда об этом только стали говорить, что эти процессы идут даже быстрее. Я об этом сделаю видео, это очень важная информация, в том числе, она необходима для принятия правильных решений стратегических на будущее, своих семей, допустим, потому что это еще и связано с водой, проблема, недалекого будущего и не только с водой. У меня есть теперь канал Бусти, на нем я публикую видео, которые я больше нигде не публикую, по разным причинам. Я там описал, по каким, прямо на Бусти, можете зайти и почитать, ссылка будет прямо под этим видео, канал этот платный, я имею ввиду подписка, чтобы смотреть те видео, которые там публикует тот или иной человек, или там фото и аудио, а у меня будет там и одно, и другое, и третье. Так вот, прочтите. И там есть три варианта подписки. Посмотрите, какой вас может заинтересовать. Но уверяю вас в том, что видео там будут особой ценности. И вот ждите про изменение климата, мое видео там. И к чему я это все говорил? К тому, что сейчас уже шестосома поражает людей, ну скажем, до Тулы, Воронежа. И я знаю, что скоро это дойдет до Москвы, как минимум. А вообще, может быть, вы слышали, как те же каштаны, например, если там 30 лет назад, 20 вообще, они не болели, вот специфические такой ржавчины, листья сохнут, уже в середине лета начинаются. Это бабочка такая специфическая. Ночью вылетает, яйца откладывают, личинки это вот повреждают, и так погибают листья, значит, не развиваются нормально, ну и в конечном счете даже могут погибнуть, ну и плюс, это некрасиво, ужасно, это вот, например, каштаны. Это касается десятков, сотен видов деревьев. Страшная, на самом деле, ситуация. Это вот так называемые интродукции, в том числе паразитических разных, ну, в том числе насекомых. Дубы, кстати, и в Подмосковье, и северней, да и южней просто поражаются мучнистой росой так, что белеют, сморщиваются уже тоже к концу лета, а иногда в середине даже лета. В общем, то, что было немыслимо еще редко и непонятно лет 20-30 назад, сейчас становится обыденным. И вот южные паразиты, многие, не только шестосомы, мигрируют на север. А вот, что я хотел вам еще последнее в этой связи сказать. Вы слышали про пресноводных медуз? Ну, большинство из вас, наверное, нет. А я не только слышал, но даже их ловил. Причем, это карликовые формы, крошечные, вот такие взрослые, до сантиметра растут. Это очень интересная тема. Я, наверное, сделаю о них видео, о своей даже поездке, их поимке, высадке в аквариумы. Ну, вот, скажем так, и еще исторические справки дам в отдельном видео на канале, наверное, на моем «Жизнь на земле». Ну, я это к тому сказал, что сейчас даже медузы, которые абсолютно тропические изначально, распространены и адаптировались не только до Москвы, в Подмосковье есть, но и севернее. Так что, это к тому, что если кто-то захочет возразить, не надо, я говорю только очевидные вещи, а насчет паразитов имейте в виду, все очень серьезно. Вот мои три видео, они как бы, ну, процентов на 20 откроют эти проблемы, и вы поймете, только не гоните от себя эти завтра мысли, что, мол, ой, ужас, действительно, надо сейчас действовать, немедленно надо, всем надо. Конечно, люди склонны, а, мол, завтра вроде, завтра, а потом забыл, а потом наплевать, и отгоняет от себя человек мысль, кому хуже будет от этого. Только человек, мы теряем жизнь, теряем годы здоровой жизни, и не дай бог получить какой-нибудь он рак мочевого пузыря от дурости, по сути, от наплевательства к себе. Посмотрите мои первые два видео из этой серии. Ну, а теперь про второй вид паразитов из этой группы, класса плоских червей, это аписторхи. Заболевания, вызванные ими, аписторхозом, называются. Итак, аписторх, или кошачья, или сибирская двустка, или по-другому печеночный сосальщик. Это плоский червь, который поражает желчевыводящие пути, ткани печени, и поджелудочные железы. И если шестосома обитатель южных, как говорится, широт, то аписторх, обитатель северных широт, встречается в основном на территории Западной Сибири, на Урале, европейской части России и в Европе, даже в Казахстане. А одна его морфа, разновидность, даже встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии. И если шестосома движется на север, то аписторхи с востока и с севера на запад. Взрослый аписторх напоминает по форме ланцет. Длина червя буквально 4, максимум 20 мм, а ширина от 1 до 4 мм. У него есть две присоски, ротовая и брюшная, с помощью которых он прикрепляется к внутренним органам хозяина. Аписторхи питаются покровными клетками протоков печени, поджелудочной железы, а также кровью, ну и клетками печени, гепатоцитами. Больных людей в той или иной форме, стадии, с определенным и не с определенным заболеванием по разным оценкам не менее 20 млн человек. Паразит проникает в желчеводящие пути, ткани печени, поджелудочную, вызывает панкреатит, рак поджелудочной железы. Без лечения инфекции резко повышается риск развития цирроза печени, рака желчеводящей системы печени, рака поджелудочной железы и патологий дыхательной системы. При аписторхе иммунная система начинает атаковать собственные клетки, так развиваются различные аутоиммунные заболевания. К сожалению, многие люди, особенные, что жальче всего, врачи не понимают эту проблему и причины многих болезней найти не могут. Конечно, причины того, что я перечислил, разные, но паразиты одни из главных причин, как и дефицита железа, гемоглобина. Тут сразу врачу надо говорить, сдайте анализ на скориду, на прочие другие паразиты, так и проблемы с печенью, но дальше вы узнаете, какие симптомы и поэтому поймете, с чем можно спутать. Вот почему так важно это знать каждому человеку, вот почему я советую вам, узнав, перешлите ссылку на это видео другим своим разным знакомым, коллегам, чтобы они поняли о этой проблеме и решить ее можно, в принципе, а лучше жесткие правила гигиены, которые в норму жизни войдут в привычный обиход, ну как зубы чистить, и профилактически каждому два раза в год проходить антипаразитарную программу, комплексную, но если есть подозрения на аписторхоз, то плюс эспинель. Жизненный цикл аписторхов состоит из трех основных стадий развития. Они гермафродиты, то есть имеют и женскую, и мужскую половую систему в одной и той же особи, поэтому для размножения достаточно, чтобы в организм попала всего одна особь. В сутки один червь может выдать до 900 яиц. Личинки аписторхов попадают в организм человека с зараженным мясом рыбы. Опять-таки, вот мясо, рыба, в данном случае рыба, они проникают в желчные протоки печени, и протоки поджелудочной железы, то есть панкреатические протоки. Там паразиты закрепляются и питаются клетками слизистых оболочек, повреждая их, и питаются клетками печени, а также поджелудочной железы. Яйца максимально защищены от воздействия внешней среды, они попадают в водоем, и в течение 15 месяцев в любых водоемах, канализации, выгребных ямах, туалетах, живут, в почве до месяца, на снегу при температуре от минус 10 и ниже, примерно 3 дня. Когда яйцо попадает в пресноводный водоем, его заглатывает определенный вид моллюска, ну, нескольких моллюсков, это временный хозяин. В теле этих моллюсков из яйца появляется личинка. Личинка промежуточная стадия, которая включает еще несколько переходных этапов. Вот эти этапы проходят в организме промежуточного хозяина, то есть моллюска. Циркадия, то есть личинка, покидает тело моллюска и выходит в воду, там она встречает рыбу, в основном семейство карповых, прикрепляется к телу и проникает в кожу и мышцы. Далее образуется последняя личиночная стадия метациркария. Она готова к заселению в организм окончательного хозяина. Окончательным хозяином может быть человек и очень многие виды животных. Когда человека другие животные съедают сырую рыбу, строгонину, плохо провяленную, прожаренную, проваренную и так далее, вместе с ее мясом метациркарии попадают в организм. Ну а зрелая форма, конечная стадия, когда личинка превращается в червя, она уже живет в организме человека либо других животных и может жить там до 25 лет, а также размножается. Послушайте, какие бывают виды хронического апистархоза, а бывают не только хронические. Вот послушайте. Давайте разделим их по симптомам. Первый симптом холонгитический. Это слово холонгит. А холонгит это такое серьезное заболевание желчного пузыря, желчных протоков в общем. Имеет симптомы воспаления желчных протоков, боль в правой части живота, отдающая в плечо и шею и пожелтение кожи, ну и сильный зуд кожи. Второй симптом холецистический. А слово холецистит есть воспаление желчного пузыря. Значит симптомы таковы. Боли в левом подреберье, которые могут отдавать в правое плечо и лопатку, тошнота, рвота бывает, повышенная температура тела может быть 38 и выше, желтушностью белков глаз и кожи и зудом. А может быть апистархозный гепатит. Еще одно ну уже заболевание печени это воспаление печени. Проявляется оно симптомами воспаления тканей печени, слабостью, недомоганием, желтушностью кожи и глазных яблок, болями в мышцах и суставах, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, тяжестью в животе, лихорадкой. А какие еще могут быть симптомы? Панкреатические. Это уже воспаление поджелудочной железы. Сопровождаются эти симптомы воспалениями поджелудочной железы, то есть сильной болью в верхней части живота, в левом подреберье или опоясывающей болью, диареей, стулом 3-5 раз в день, потеря аппетита сухостью во рту. А каковы распространенные осложнения апистархоза? Вот они. Абцесс печени, гнойное воспаление ткани печени в результате ее повреждения и воспалений постоянных. Непроходимость, то есть обструкция желчевыводящих путей. Желчный перитонит, то есть разрыв стенки желчного пузыря, из-за которого желч попадает в брюшную полость. Очень серьезное состояние, которое может привести к смерти. Потом рак поджелудочной железы или рак печени или рак желчного пузыря или рак протоков желчного или панкреатического. Вот вам уже только пять вариантов вида рака, которые часто бывают именно из наличия апистархов. Вспомните, ели вы когда-то рыбу вяленую, соленую, слабого посола, сырую, в виде строганина и так далее. Вот вспомните. А теперь вспомните, если кто-то из родственников, знакомых, умирал от этих видов рака, как он питался? Мог он подцепить апистарха? Ведь врачи порой делая операции, а как они увидят? И порой не увидят. Они же, ну если только органы удалят и будут изучать его. Так что это вопрос серьезный. И очень часто эти заболевания бывают по причине апистархов. Да, но если вы захотите, а вы напишите, то я могу сделать отдельное видео или это будет статья, но она будет размещена уже не на YouTube-канале и так это люди не смотрят, а в Boosty. Кому надо, тот посмотрит. У меня есть канал в Boosty, я уже говорил про это, ссылку оставлю под видео. Вот там я могу опубликовать. А что именно? Вот слушайте, что. симптомы острого апистархоза, симптомы хронического апистархоза, симптомы скрытого апистархоза и синдромы апистархоза у детей, а также какова диагностика апистархоза. Единственное, сейчас я скажу вам пару слов про лечение апистархоза. Медицина лечит примерно так. Я скажу самую суть процессов, то есть не конкретные там препараты, это вам знать и не нужно, а принципы. И принципы правильные, вот слушайте. На первом этапе проводят терапию, которая улучшает работу желчевыделительной системы и уменьшает воспаление. Это подготовительная стадия, которую можно проводить, ну, не только в стационаре, даже дома. Второй этап лечения проводится уже в стационаре под наблюдением врача. И вот после восстановления функции желчевыделительной системы назначают сильные, конечно, ядовитые, страшно опасные, но иногда необходимые противопаразитарные препараты. Они содержат токсичные вещества, поэтому их применение, конечно, должно строго контролироваться именно в стационаре. Но последний этап медицинский, это выделение паразитов и продуктов их жизнедеятельности из организма, выведение их, а также реабилитация после прохождения данного курса химии. В этот период назначают желчегонные и снимающие спазмы препараты, потом пробиотики, которые восстанавливают кишечную микрофлору. Тут я сразу скажу, что рекомендую, конечно, симбиотические пропионовые бактерии и вита, а на ночь принимать обязательно, лучше два раза в день на ночь и утром, до всякой еды, там, за час, за два. Это гель-сорбент с хитозаном, вот этот, который и помогает нашей кишечной микрофлоре, является пищей для нее восстанавливаться, увеличиваться в объеме, ну и, конечно, это мощнейший, скажем, сорбент, который выводит яды, токсины из организма. Но врачами также назначаются тюбажи, такие процедуры, когда происходит опорожнение желчного пузыря. Также применяются препараты, которые снижают иммунную и аллергические реакции организма. Все это, конечно, опасно. Но при серьезных осложнениях развития заболевания иногда возможно только операции. Ну, как я рассказывал в прошлом видео, во второй части, когда говорил о ленточных червях, про фенозное мясо, про, например, вот и в ткани в человека образуются эти финны, когда развивается личинка до определенной стадии, вот, например, при альвеококе или хинококе, таких страшных заболеваниях, там только операция возможна. Не допускайте до этого. Пройдите антипаразитарную программу, но если у вас аписторг, вы можете выбрать уже со знанием дело, каким путем вы пойдете. Может быть, вот чисто медицинским путем по вот этим рекомендациям особых, очень вредных препаратов. Иногда, да, бывают такие случаи, когда вот только такой вариант возможный, прямо у человека запущенной ситуации, только в стационаре. Ну, либо, соответственно, вот соблюдать правила гигиены, не есть рыбу, не пойми откуда, а только хорошо прожаренную, если уж вы рыбу едите, закрытую крышкой, не при открытой сковородке, когда вы переворачиваете там на одну сторону, на другую, тогда вы можете не убить некоторых паразитов, особенно личинок, а именно с закрытой крышкой. Или долго варить, или очень сильно промораживать, но таких холодильников, вернее, морозильных камер бытовых, как правило, нет, поэтому этот вариант все-таки опасен. Но скажу, что минус 25 градусов месяц-два убьет личинки и яйца аписторхов, так что это вот тоже можете иметь в виду. И вы знаете, конечно, видео получилось уже очень длинным. Люди у нас не любят сейчас смотреть длинные видео, поэтому про легочного сосальщика сейчас я рассказывать вам не буду. Метод лечения тот же. Скажу лишь, что данная инвазия этим паразитам, легочным сосальщикам, характерна уже для Дальнего Востока. Вот сегодня мы так хорошо охватили географию. Но я могу сделать, возможно, опубликую это видео на Бусти, а вам, дорогие друзья, советую пересмотреть все три мои видео из этого цикла про круглых, про ленточных и вот про плоских червей, то, что вы сейчас смотрите. А лучше всего, конечно, пересмотреть и законспектировать. Но в любом случае дам просто чисто человеческий совет. Я под этим видео на первом месте в самом верху оставил ссылку на антипаразитарный набор, программу. Лучше этого набора нет ничего. надежнее, безопаснее, более того, еще и печень регенерируется, то есть восстанавливаются клетки печени гепатоциты, потому что в данный набор входят гепатопротекторные природные натуральные средства. Более 90% всех видов паразитов этот набор выгоняет из организма. Ну а сегодня вы узнали про два особо опасных вида шестосому и аписторхов. Напишите обязательно комментарий под этим видео, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, вы знаете теперь как это делать. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях, может быть, мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!